Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Пришло время поговорить о Huawei P30. Вышел обзор у меня на P30 Pro, модель, которая является старшим братом этого аппарата. В основном отличия какие? Самое главное, что процессор одинаковый, High Silicon Kirin 980, который мне очень нравится, и это большой-большой шаг по сравнению с 970. Вы, те, кто меня давно смотрит, знаете, как было раньше и как сейчас. Сейчас полный порядок. Там водостойкость, здесь она тоже есть, но здесь IP53, под воду погружать его нельзя. Чуть позже подробнее расскажу, какая защита от воды и пыли в этом аппарате. Она есть, но не такая крутая, как на старшем брате. В принципе, может быть, я и сниму позже сравнение двух этих аппаратов, но пока сосредоточимся на этом телефоне. В нем есть свои фишки, свои вкусности, свои минусы. Все, что вы хотите знать о модели Huawei P30, вы узнаете в этом обзоре. Начнем обзор с внешнего вида. Телефон стеклянный, с обоих сторон стекла. Выглядит, на мой взгляд, просто космически классно. Опять же, вкус у всех разный, но мне дизайн телефона нравится, он приятный, действительно приятный. Корпус металлический, покрашен цвет корпуса также. Телефон фактически произведение искусства, на мой личный взгляд. По кнопкам управления, по всему здесь более-менее все стандартно. В старшей модели у нас используется экран, через который проходит звук, там нет динамика фронтального. Здесь фронтальный динамик есть, но стереоэффекта, к сожалению, нет, но, правда, один динамик все равно отыгрывает так. Это, конечно, не стерео, но он очень громкий, четкий и приятный. Даже на высокой громкости, если включить игру, фильм, ну, если вы одни в комнате, потому что другим вы помешаете, динамик очень громкий. Будет громко и сочно, но только один. Итак, все остальное здесь фактически стандартно, в верхней части экрана есть вырез под фронтальную камеру, его, правда, можно скрыть, он ничем вам напоминать не будет, здесь OLED-дисплей, поэтому. С правой стороны кнопка включения и кнопки громкости. С левой стороны лоточек под две сим-карты, формат карточек nanoSIM. С обратной стороны модуль камер тройной, он, правда, немножко выступает, если телефон положить, немножко телефон будет покачиваться. И на торце, как я уже обмывался, динамик один, но действительно похвалю, динамик один из лучших, ну, только один, но реально очень классный. Разъем для наушников. Через проводные наушники можно использовать Dolby Atmos, который очень сильно улучшает качество звука. Мне нравится, как звучат современные Huawei, но они и раньше неплохо звучали, но сейчас, что по проводам, что по Bluetooth с хорошими наушниками, звук очень качественный будет. Лично мне прям все нравится и ничего подстраивать не хочется. И разъем, разумеется, USB Type-C и микрофон. В принципе, по внешнему виду это все. Единственное, отмечу, что опять же, молодцы, что делают телефон, он не сильно скользкий, особенно если вот так вот его держишь, он, в принципе, из рук не выскакивает. И как ни странно, если просто положить, скользкость есть, но не такая большая, бывает все значительно хуже. Комплект у телефона богатый, есть и наушники, есть и бампер. Бампер, притом, крепкий. То есть, защитить телефон от каких-то небольших падений он, по идее, должен. Мне нравится, что он в комплекте. Это хорошо всегда. Экран по технологии OLED. Особо отмечу, что он занимает практически всю переднюю часть телефона, рамки относительно небольшие. Даже снизу рамки не вызывают никакого раздражения. Все как-то так довольно-таки почти симметрично. Экран 6,1 дюйма, но не кажется телефон огромной лопатой, по крайней мере, в моих руках лежит вполне себе сносно и хорошо. Full HD Plus разрешение. Разрешение можно выбрать либо HD Plus, либо Full HD. Есть такая специальная настройка. 422 пикселя на дюйм, что более чем достаточно. Запас по яркости у телефона, разумеется, большой. Все-таки это флагманский, флагманский уровень аппарат. И по дисплею здесь вопросов вообще никаких нет. Особо отмечу, что он не похож на AMOLED-экран. Он действительно не похож. Здесь Huawei сделали по своей технологии. Один пиксель цветом заменили. И знаете, получается очень неплохо. На мои глаза телефон выглядит не сильно таким красочным, как AMOLED. Пользоваться им приятно, фильмы смотреть приятно, но с своей сильной стороны, например, отличный черный цвет, телефон сохранил. Черный цвет на OLED-экранах всегда очень хороший. Здесь он именно тот, какой нужно. Глубокий черный цвет. И по дисплею еще могу сказать, что наклеена пленка, но наклеена аккуратно. Мне не хочется ее снимать. Я ее и не снимаю, как я иногда в обзорах делаю. Снимаю пленки, которые мне нравятся. Здесь с пленкой полный порядок. И пальцы об нее как-то не загинаются. И все очень хорошо. Поговорим о камерах. Камеры это сильная сторона этого устройства. И производитель уделил очень много внимания. Основной модуль камеры на 40 мегапикселей, плюс два дополнительных модуля. Вся сила этих камер, ну, во-первых, здесь есть все. Есть и оптическая стабилизация, и лазерный автофокус, и сверхширокоугольный объектив. Это когда изображение становится, ну, как рыбий глаз, только это не как рыбий глаз, потому что искажений по краям нет. Мне, я неоднократно говорил, действительно нравится подход производителей к широкоугольной съемке. И на мои глаза все очень хорошо. То есть широкоугольная камера, выбираем просто ее здесь, и угол становится широким. Есть трехкратный оптический зум. Это в три раза изображение можно приблизить без потери качества. Есть гибридный пятикратный зум. Тут уже можно использовать и цифровое, и аналоговое приближение оптическое. Тоже рассмотреть можно. Здесь, как в старшей Pro-версии, нет такого супер чудовищного зума. Там до 50, как вы, если мой обзор смотрели, видели, что приближает просто вообще дико. Здесь пятикратный, ну тоже неплохо. Но опять же, никто не мешает использовать еще большее разрешение. Если быть точным, здесь до 30 можно использовать. Тридцатикратный зум использовать можно полностью цифровой. Что касается качества фотографий, конечно, глаза у всех разные. Посмотрите оригиналы, и я фотографировал по-разному, и просто 40-мегапиксельный выбирал разрешение, то есть 40 мегапикселей. Можно выбрать 40, можно выбрать 10. Правда, к сожалению, выбрать полный экран можно только с 6 мегапикселями. Но, на мой взгляд, как ни странно мои слова прозвучат, мне фотографии, которые я делал с меньшим разрешением, не 40 мегапикселей, а делал с 10, они мне нравятся как будто больше. Я могу ошибаться, и, скорее всего, нужно было снимать, конечно же, с ручными настройками, которые здесь есть. Я снимаю на автомате. Но вот ставьте как бы 10, и вам, по идее, хватит. Картинка будет приятной и хорошей. Что касается фронтальной камеры, она меня по-настоящему порадовала. То есть, это одна из лучших фронтальных камер. Опять же, проверьте мои слова, посмотрите оригиналы. 32 мегапикселя фронталочка справляется очень хорошо. И эффекты боке есть, и без эффектов по-разному. То есть, получается, снимки очень хорошие. Если вам важна фронталка, то здесь и основные камеры хорошие, а фронталка так вообще просто высший класс. Ну и запись, разумеется, видео. Можно записывать видео в формате 4К. Максимально можно поставить вот 4К 30 фпс в этом телефоне. Поговорим о процессоре. Здесь HiSilicon Kirin 980. Процессор, который мне очень нравится, потому что я на этом процессоре могу полноценно играть в тяжелые достаточно игрушки, типа PUBG Mobile, на максимально возможных, ну, которые в игре поддерживаются, настройки. Ни лагов, ни подвисаний. Телефон не нагревается, не провисает ничего. И это очень хорошо. Потому что, если даже вы не играете в игры, вам эта мощь, это как автомобиль с мощным двигателем. Как я уже, по-моему, где-то проводил такой пример. У вас есть автомобиль, вы едете один, по относительно ровной местности, все в порядке. Но вы загрузили багажник, вы посадили трех человек в салон, небольшая горка, и вам мощи не хватит, мощности двигателя. Здесь то же самое. Как говорится, запас карман не тянет. Кроме того, современные процессоры, они меньше жрут энергии. И, по идее, даже это хорошо. Меньше намного, чем более дешевый процессор. Поэтому я очень Huawei в этом году за 980 Kirin и хвалю. Мне прям высший класс. В Antutu, если говорим, то набирает под 300 тысяч. Результаты могут несколько отличаться. Игры тяжелые, просто вообще будете играть на максималках, будет просто огонь. В телефоне 128 гигабайт встроенной памяти и 6 гигабайт оперативной. В телефоне есть все модули, которые могут пригодиться. Модуль NFC, разумеется. В телефоне есть поддержка Bluetooth 5-й версии. В телефоне практически все. То есть, и даже модули навигации, и GPS, и Beidou, и Galileo, все присутствуют. То есть, аппарат флагманского уровня. Единственное, здесь нет, как старшим братья, беспроводной зарядки и возможности заряжать другие устройства. Но для этого есть и версия с индексом PRO. В телефоне установлена батарея емкостью 3650 мАч. Это хорошая батарея, учитывая, что здесь OLED-экран по технологии OLED. Учитывая, что здесь, если вы уедете куда-то вдали и останетесь без розеток, можно поставить, очень рекомендую в настройках батареи, темный фон. Действительно, да и просто красиво, вот эти ярлычки разноцветные и темный фон ставится в настройках батареи. И, конечно, можете использовать и энергосбережение, и ультрарежим энергосбережения. В целом, автономность мне понравилась. С утра до позднего вечера телефон с одной сим-карты, со включенными модулями, там, GPS, ГЛОНАСС, всего. Использую его как камеру, даже фильмы смотреть. А именно, OLED-экран очень хорошо, когда что-то на экране происходит, и особенно, когда много темных цветов. Батарея садится меньше, чем в том же IPS. Телефона должно хватать на полный рабочий день с утра до позднего вечера. Батарейка вполне себе нормальная. Ну и поговорим о фишках этого телефона. Здесь их достаточно много. Начиная со сканера, который встроен прямо в экран. Притом разблокирует быстро. Отмечу, пленку я специально не снимал. Прямо через пленку заводскую, которая здесь установлена, телефон разблокируется. Есть очень много разных настроек, которые могут вам пригодиться. И управление жестами, которыми вы можете пользоваться, можете не пользоваться. Оно здесь есть, и это хорошо. И даже вот тот же темный фон, по умолчанию, который уже поставить можно в меню, это просто красиво на самом деле. Управление, если мы зайдем, опять же, чего тут только нет. И даже работа в перчатках поддерживается. В тонких перчатках можно пользоваться телефоном, если поставить специальную галочку. IP 5.3. Это технология защиты от воды и пыли. Будьте внимательны. Это всего лишь защита от брызг. Телефон нельзя погружать под воду. Будьте внимательны. Это не IP 6.8, это IP 5.3. Но она официально заявлена. Итак, подводим тогда итоги. Телефон оказался, не оказался в тени старшего брата P30 Pro. Нельзя сказать, что он как-то сильно урезан, несмотря на то, что там функций больше. Но здесь тот же OLED-дисплей. Здесь тоже не такая и большая, но неплохая батарея. Здесь практически такие же, но перед тем, как говорить, конечно, нужно сравнить. На том и на этом камеры. Но на мой взгляд, камеры здесь тоже очень даже неплохие. Особенно фронтальная камера. И в любом случае, чтобы оценить фотографии, вы, конечно, посмотрите примеры под этим видео. Оригиналы фотографий и видеозаписи с этого телефона. Телефон красивый, приятный и каких-то явно слабых мест здесь нет. Я бы, наверное, предпочел только стереозвук. Благо здесь динамика есть и стереозвук можно было сделать. Но в остальном, наверное, это фактически единственная придирка, которую я могу этому телефону предъявить. В остальном все понравилось. В любом случае, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.